Начальный этап реанимации новорожденного ребенка в родильном зале проводится в течение 30 секунд. Необходимо тщательно обтереть ребенка, придать положение тела с наклоном головного конца 15 градусов. Новорожденным, у которых в течение первых 10 секунд не появилось адекватное самостоятельное дыхание, проводится санация верхних дыхательных путей. Сначала полость рта, затем носа. Длительность санации 10 секунд. Следует избегать глубокой санации глотки, так как это может провоцировать брадикардию, ларинга и бронхоспазм. Затем следует повернуть голову ребенка на бок, чтобы слизь скапливалась за щеками. После этого следует в течение 10-15 секунд провести тактильную стимуляцию, похлопать по подошвам, потереть спину. Тактильная стимуляция не проводится у глубоко недоношенных детей. Если после начального этапа реанимации сохраняется апноэ или неэффективное дыхание, или частота сердечных сокращений менее 100 в минуту, проводится искусственная вентиляция легких. ИВЛ проводится с помощью саморасправляющегося мешка типа амбу через маску. Лицевая маска накладывается сначала на переносе, затем на подбородок. Левая рука плотно прижимает маску, правой осуществляется надавливание на мешок. Если ИВЛ проводится правильно, то грудная клетка новорожденного поднимается в соответствии со вдохами. Начальный этап ИВЛ-маской проводится в течение 30 секунд. Основным критерием эффективности ИВЛ является частота сердечных сокращений более 100 ударов в минуту. Через 30 секунд после начала ВЛ следует оценить частоту сердечных сокращений с помощью аскультации в течение 6 секунд. Результат подсчета умножается на 10 и получается значение ЧСС за 1 минуту. Если ребенок подключен к кардиомонитору, оценивают его показатели. Если через 30 секунд частота сердечных сокращений менее 100 ударов в минуту, но более 60 ударов в минуту, продолжают масочную ИВЛ с концентрацией кислорода 90-100%. В случае, когда масочная ИВЛ затягивается более чем на 3-5 минут, следует установить желудочный зонд. Зонд вводится на глубину, равную расстоянию от угла рта до козелка уха и далее до нижнего края мечевидного отростка груди. После установки зонда проводится аспирация содержимого желудка. Зонд фиксируется лейкопластырем к верхней губе или щеке, после чего ИВЛ возобновляется. Если после ИВЛ в течение 30 секунд частота сердечных сокращений менее 60 ударов в минуту, следует приступить к непрямому массажу сердца. При первом варианте большие пальцы двух рук помещают один на другой в нижней третьей грудины. При таком расположении пальцев давление приходится на грудину, остальные пальцы обеих рук находятся на позвоночнике ребенка. Ошибкой является расположение больших пальцев друг к другу, так как при этом давление будет приходиться на ребра. При втором варианте компрессии осуществляются указательным и средним пальцем одной руки, которые также помещают на нижнюю треть грудины. Компрессии производят на глубину, равную примерно одной третий от передне-заднего размера грудной клетки. При проведении массажа пальцы не должны отрываться от грудной клетки. Отражением эффективности непрямого массажа сердца является пульс, который можно пропальпировать на крупных сосудах во время массажа. Непрямой массаж сердца следует выполнять на фоне продолжающейся ИВЛ, предпочтительно через интубационную трубку. Для этого выполняется интубация трахеи. Соотношение компрессий и вдохов при проведении сердечно-лёгочной реанимации должно составлять 3 к 1. В минуту следует выполнять примерно 90 компрессий и 30 вдохов. После начала непрямого массажа сердца через 30 секунд следует оценить частоту сердечных сокращений. Для этого непрямой массаж сердца прекращает на 6 секунд и проводит аускультацию сердца или оценивает показатели кардиомонитора. Если частота сердечных сокращений выше 60 ударов в минуту, следует прекратить непрямой массаж сердца и проводить ИВЛ до восстановления адекватного самостоятельного дыхания. Если частота сердечных сокращений ниже 60 ударов в минуту, следует продолжить непрямой массаж сердца на фоне ИВЛ и начать лекарственную терапию. Если через 10 минут от начала проведения реанимационных мероприятий в полном объёме у ребёнка отсутствует сердцебиение, реанимационные мероприятия в родильном зале следует прекратить.